Как на всё найти время? И как его не потерять? Современные условия диктуют довольно жёсткий ритм жизни. А как в этом ритме и мире живётся женщине? Хватает ли сил и времени на себя? Какие тайны хранит женщина? И готова ли она открыть их? Я попробую это узнать, пообщавшись с героинями проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают всё. Находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. Изящная, интеллигентная, тонко чувствующая и, несомненно, талантливая Ульяна Васильева Лавриеня. Двойная фамилия – первая девичья, вторая по мужу, её творческий псевдоним. Именно под этим именем она вошла в историю современной литературы. Очень интересное прошлое. Он родом из дворянской семьи. Отец, как заяц, с семьёй петлял по стране. То есть два-три года в одном месте, два-три года в другом. И это были всё родившись. И в детство проведя в Москве, в центре, на Солянке, он в детские годы и юношеские годы, и потом уже взрослую жизнь он провёл на просторах нашей великой страны, потому что надо было как-то выжить. Естественно, по местам рождения наших детей, моих старших братьев и сестёр, можно изучать географию. Это Камчатка, это Колыма, это Удмуртия, это вот республика Тува, где родилась, собственно говоря, я. Невероятные места, красивые, потому что отец был географ, художник, и для него красота это была на первом месте. То есть это должен быть невероятный какой-то пейзаж и хорошие люди. Выживать в семье Ульяны Васильевой приходилось, спасаясь регулярными переездами. Бежать за границу родители отца не успели, а расплата за дворянское происхождение в 30-е и 40-е годы могла быть весьма серьёзной. Условия быта были тяжелейшие, учитывая, что на месте и камень обрастает, а мы обрастать не успевали на месте, потому что 2-3 года в одном месте, 2-3 года в другом. Постоянные переезды, постоянные какие-то обживания в новых краях. Ну, сами понимаете, быт держался на моей маме, которая была, в общем-то, невероятно хозяйственным человеком, невероятно стрессоустойчивым. Я иногда думаю, господи, мам, как ты это всё перенесла? Восемь детей, в общем-то, и отец, который был, ну, не приспособлен к обычной такой вот хозяйственной жизни. И вот всё на маминых плечах. Ну, это невероятный симбиоз. На своих плечах, своей головой, своими силами. Такой пример Ульяна Лавриеня получила от мамы. От папы – тягу к знаниям, интеллигентность и скромность. Для него важно было, чтобы была кружка с чаем, и, в общем-то, всё. И журналы, газеты, книги, и возможность где-то уединиться, спокойно там что-то творить, читать, думать. А мама при этом совершенно занята. А мама была, да, мама была занята обустройством. Естественно, мы умели всё, и нас она приучила к любому труду. И для меня любовь – это не вот эти муси-пуси и вздохи на скамейке. Любовь – это глагол, это действие. Это кастрюли горячего супа, это высушенные там обувь, это постиранное бельё, это пришитая пуговица, это уют в доме из ничего, что называется. Ну, в общем, мама была в этом плане волшебница. Основываясь на историях своих близких, Ульяна создаёт рассказы. Есть, конечно, место и фантазийным эпизодам, но всё же писать то, о чём знаешь лично, несомненно, привлекательнее, да и правдоподобнее. Таких историй у моей героини немало. Семейные, архивные, трепетные, описание быта, традиций, отношений – всё это нашлось и преобразовалось в писательстве. Её всегда волновал мир литературы. С детства, приученная к чтению, Ульяна мечтала и жизнь свою связать с этим предметом. И так получается, что вот вас заложили, скажем так, и любовь к труду, и к созиданию, и в то же время любовь к получению знаний, собственно говоря, к книге, да, к слову. И помню из нашей предыдущей беседы, что вы рассказывали, как очень хотели поступить в институт, в МГУ, да, и заниматься литературой профессионально, да. И вдруг я вспомнила такой факт, что большинство наших писателей ничем не заканчивали. Ни у Толстого, ни у Тургенева, ни у кого из них нет литературного образования. И при этом они классики, классики, на которых равняется весь мир. И вот я подумала, наверное, и хорошо, что вы ничего не заканчивали. Ну, вот посмотрите, Дина Рубина, да, талантливый прозаик. Ведь у неё консерватория за плечами, и совершенно нет никакого литературного образования. Ну, вы знаете, когда было подведение итогов первого конкурса, в котором я участвовал, писатель года, и, значит, меня представили невероятными словами. Если человек решил писать, то его не заткнёшь. Вот это было сказано обо мне. Наверное, вот, да, если вот оно созрело, то уже тут, ну, невозможно это прекратить. А потом, понимаете, как? Физическому телу надо мало. Очень мало. Ну, мизер. А вот, чтобы напитать душу, это нужно, ну, невероятно много. Это такое количество всего нужно. Это музыка, это книги, это природа, это общение с людьми, это окружение, вот то, в котором ты живёшь. Это постоянно что-то нужно. К своему делу, написанию книг, моя героиня шла путём очень извилистым, осторожно прощупывая себя на предмет близких тем. Поиск привёл к результатам. Она получает признание писательского сообщества и грант на печать своих произведений. Всё, что вошло в эту книгу, это так или иначе истории, которые прошли через мою жизнь. Те, которые были прочувствованы, осмыслены, те, которые не давали спать по ночам. Это о тех людях, которые оставили очень большой след в моей жизни, так или иначе. Те, которые, так сказать, сделали меня и в конечном итоге повлияли очень серьёзно на мою жизнь, опосредованно на жизнь моих детей, на моих близких. Тема буллинга тоже нашла отражение в рассказе «Стая». В разговоре Ульяна часто говорила, что многие истории связаны с личными воспоминаниями, в том числе с травлей в начальных классах. Столкнулась и она сама. Одна из самых важных тем, тема буллинга, травлей. Я была белой вороной. Травля была по полной программе. Почему? Ну, мы были, так скажем, приезжие в этой местности. И я читала уже с пяти лет, я училась, записана была в библиотеке. То есть вся семья у нас где-то училась, и как-то вот мы вечером читали книги. А там были другие ценности, другие приоритеты. И учитель, ну, так скажем, одноклассников я простила, а вот её, взрослого человека, я не могу отпустить ей этот грех, потому что она была организатором травли. То есть такие фразы, как бойкот. Это впервые я услышала из её. То есть взрослый? Да, взрослый человек, да, взрослый человек. Она учила детей, она учила моих одноклассников быть жестокими. Потому что вот я чем-то отличалась. Я была маленькая, я была тихая, я была скромная. Они были дети. И они, в общем-то, были зависимы от неё, от её оценок. И поэтому, в общем-то, это была такая очень организованная травля. В этом рассказе, в рассказе «Стая» эта история из современной жизни, опять же, отголоски того, о чём сейчас пишут, кричат в интернете, что случается с другими детьми, наложенная на моё восприятие. Открою страшную тайну. Я послала на конкурс сценариев на Масфильм. Ждём подведения итогов. Будем надеяться. Семья для Ульяны Васильевой-Лаврей не настоящая опора и крепость. Четверо детей и прочный союз с мужем. Иногда говорят, что я позову тебя вдаль светлую, да? Он не просто позвал. Он меня взял за руку и в эту светлую даль повёл. Была, опять же, история в моей жизни, когда мы проводили встречу для юбиляров, золотых юбиляров 50, 55, 60 и 65 лет. Да, проживших вместе. Я решила тогда снять такой видеофильм о них. И всем задавали один и тот же вопрос. Не просто вручили цветы, там, ромашки, да, в честь праздника Петра и Февронии. Я всем задавала один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, что дало вам, какое главное качество дало вам возможность прожить столько лет вместе? Вот какое волшебное слово или действие, или там, недействие. Все как один их, было, наверное, там пар 20, если не больше, сказали одно и то же, только разными фразами. Вовремя заткнуться. Вовремя замолчать. Это очень ценно, это правда очень. Пять минут и ушел. И вернулся, как ни в чем не бывало, без выяснения отношений. Я взяла это за правило. Я об этом говорю своим детям, я говорю сегодня молодым. Вовремя замолчать, что бы ни происходило, что бы ни кипело у тебя в душе. Иногда взглядом можно убить. Поэтому глазки в пол и в сторону. Важный совет. В нашей беседе лично для меня было немало тем, что называется на заметку. Да, у этой женщины можно многому поучиться. Ее пример другим наука. Как работая в современной косметической компании, гиганте добиться позиции лидера, получить в качестве приз автомобиль, поехать в Америку, как яркий и перспективный сотрудник. Но не отказаться при этом от семейных ценностей, не избегать обязанностей данных при создании семьи. Семья это главное. У меня был более 15 лет, период сотрудничества с одной косметической компанией, где я тоже увидела для себя перспективу, вот этого личностного роста. Когда эти перспективы развития там вступали в противоречие с перспективами развития в семье, даже там мне говорили, ну, послушай, если муж не развивается с тобой, разведись, поменяй. Значит, тебе это не нужно, иди дальше. Я говорю, ребята, муж со мной с моих юношеских лет. Вот, вы у меня появились в жизни только сейчас. Сами понимаете, выбор в пользу мужа, да. Поэтому мне проще оставить вас. И в конечном итоге, так скажем, я приоритеты расставила, и пошла дальше, что называется, захватив с собой багаж того, что было накоплено. Поэтому я благодарна тем людям, которые были со мной, которые мне показали очень многое, которые научили меня многому. Просто пошла дальше. Доброе и очень отзывчивое сердце, то, что я почувствовала в Ульяне. Она помогает тем, кому непросто. Сама на личном примере понимая, как порой нелегко бывает. Вот 19-й год, он оказался переломным. Просто невероятным по количеству событий и невероятным по количеству уроков, которые я получила. Год начался с того, что я получила премию от Союза писателей. Первая премия, это издание книги, это, в общем-то, нужно было в огромное количество что-то дописать, что-то собрать, что-то отредактировать. В общем-то, это, так скажем, был труд в уложенные очень короткие сроки. И вдруг на этот же период стали наваливаться какие-то события как раз из той серии, когда надо было бросать все и куда-то ехать. И я потом посчитала, что за два с половиной месяца я тем или иным образом преодолела расстояние почти в 20 тысяч километров. Где-то за рулем сама, где-то в качестве пассажира в автомобиле, где-то на поезде. Но это были все очень эмоциональные поездки с разной степенью, так скажем, заряда. От невероятно радостных до невероятно трагических. И плюс еще работа над книгой. Ее никто не отменял, потому что пошли редакторские правки, согласования, вот эти вот все. И когда ты в дороге, там что-то, вот это, глазки в кучку, значит, ночью, там что-то, значит, надо срочно, срочно, срочно. И когда актеры говорят, да, вышел фильм, и я проснулся знаменитым, да, я вечером поставила последнюю точку в редакторской правке, и утром проснулась с инсультом. Я поняла, что я просто, я потеряла слух, и я потеряла частично зрение. Доктор мне сказал, что ну вот все. Я поняла, что у меня есть два варианта развития событий. Либо я сажусь в инвалидную коляску, получаю инвалидность, получаю пенсию по инвалидности, и сажусь страдать. Либо я меняю фотоаппарат и объектив, и начинаю снимать все, что движется, шевелится, и происходит вокруг меня. Поскольку я не могу, так скажем, сфокусировать свой взгляд на внешнем мире, значит, это за меня будет делать фотоаппарат. То есть вы нашли такое приложение к себе? Я нашла, да, замечательное приложение, ну, либо к фотоаппарату в качестве меня, либо меня в качестве фотоаппарата. Если что делаешь что-то, то делать нужно правильно. Дети мне подарили фотокурсы. Причем сразу в трех направлениях. Это и портретная съемка, пейзажная съемка, и просто фотодело, обработка фотографий и так далее. Мозги работают, будь здоров при этом. Вот, и все мои работы там с пятой, десятой попытки, но принимаются, и я понимаю, что нужно делать все. Я-то думала, что я подмастерью, и так для себя немножко я не собираюсь работать фотографом. Но у них правила игры другие. Если ты пришла, то будь любезна делать это на уровне мастера. Поэтому вот нет худа без добра. Поэтому те люди, которые попали в подобную ситуацию, не огорчайтесь. У вас есть шанс изменить что-то в своей жизни. Самое страшное – начать себя жалеть. И позволить себя жалеть другим. Вот это все, это путь в никуда. У меня есть знакомая, которая попала в катастрофическую просто аварию. Она переломана вся, у нее нет ни одного живого места. Она чуточку может шевелить руками, и при этом она центр вселенной для многих. Она готовит обеды для тех, кто не может это делать. Она вяжет, она шьет, она мастерит что-то. И это невероятная сила человека. Поэтому я благодарна судьбе за встречу с этими людьми. Вот ваша формула счастья. Наверное, уже об этом можно сказать, да? И понимание есть об этом. Ой, столько слагаемых вот в этой формуле. Это вот та самая любовь, которая глагол. Это сочувствие. Это переживание соучастия. Это, вот понимаете, хорошо было сказано. Счастье – это когда тебя понимают. Нет. Счастье – это когда ты понимаешь сам себя. Когда ты живешь в гармонии с собой. И эта гармония, она экологична для окружающих. Наверное, экологичность твоего собственного счастья. Вот здесь основная формула. Потому что как часто бывает счастлив человек вопреки всему остальному. Эта леди нашла себя во многом. В том числе в деле, к которому она стремилась с самых молодых ногтей. Это литература, которой она мечтала посвятить свою жизнь. И теперь у нее есть на это время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова